Но, если вы думаете, что там, ну, например, закончится когда-то эти солдаты готовятся новые, в Поспелехинском районе проходят военно-полевые сборы для старших школьников. Готовят новое мясо, потому что и новые молодые там тоже жить не хотят нигде. Это же тоже тот же самый Алтай, Поспелехинск. В Поспелехинском районе в эти дни проходят военно-полевые сборы для старших школьников. В программе строевая и тактическая подготовка, спортивные соревнования и, самое главное, стрельбы. Именно туда, на стрельбище, и отправилась наша съемочная группа. Старшим бассейнам отвечать четко и внятно. Приказы выполнять своевременно и оперативно. За первые дни сборов эти базовые знания ребята уже освоили. Но эта теория, пора переходить к практике. Больше всего интересно, ну, конечно, чувства захватывают. Чувства захватывают. Ну, а так, в принципе, нормально. Если я свою жизнь захочу связать с военным делом, мне это обязательно пригодится. Отделение лютых под командованием... Отделение лютых. Я не смотрел этот репортаж. Отделение лютых в касках 40-х годов. Каски, реально, каски 40-х годов. Это новые вот эти вот бойцы. Лет через 6-7 все они уже в фронтах. Автомат Калашникова, как и любое оружие, ошибок не прощает. От зарядки магазина до последнего выстрела. Каждое действие требует максимальной концентрации и внимания. Ребята, в принципе, очень довольны. Настроение боевое. А сегодняшний день для них вообще как праздник. Пострелять первый раз в жизни из боевого оружия. Это много очень для них значит. Уже три дня более 40 человек плечом к плечу собирают и разбирают автоматы. Оттачивают строевую и тактическую подготовку. Учатся закладывать мины и надевать костюм химзащиты. И все же сегодняшний день для них особенный. На стрельбище старшеклассники из Поспельхинского и Новичихинского районов работают, что называется, с огоньком. Работают с огоньком. Ходили в стрельбище у нас учебные. Понравилось. Автомат Калашникова. Хорошая вещь. Стрелял хорошо. 40 очков. Молодец. Отдача маленькая есть, но это ничего. Да, готов. Буду служить. Надо это делать. Всем советую. Стрельба закончена. Самое время узнать результаты. Попал точно в цель – получи диплом. Выстрелил в молоко. Не расстраивайся. Зачем стрелять в молоко? Пусть себе молоко живет. Артиллерия им привет передаст. И это в принципе вообще... Мне кажется, что голос у диктора немного 3-2-1. Не знаю. Как выглядит сама эта Поспелиха, Алтайский край? Откуда ребята родом? Ну, во-первых, достопримечательность Поспелихи – это, конечно же, большая кружка, разливные напитки. Если вы сейчас... Называется Lada. Машина немножко не Lada. Ну, такое. Если вы сейчас кушали, или сейчас кушаете, прям в момент стрима, извините, отвернитесь. Сейчас это не для слабонервных, потому что я не представляю, чем можно закусывать эту большую кружку. Вот здесь вот нарисовано. Что это за опарыши? Что это такое? Как? Вот что вот это вот в квадратике? Это что? Это должно выглядеть аппетитно? Ну, вареные яйца еще ладно. Туда-сюда, понимаете? Ну, вот это вот. Что это? Что? Напишите в чат, что? Что они там едят в Поспелихе? Тут хотя бы я узнал бананы, а это вообще... Не знаю. Что-то не цензурное, не культурное. Что это такое? Что они там едят в магазине Lada? Магазин «Большая кружка». Как живет Поспелиха? Почему ребята хотят связать свою судьбу с военным делом? Вот же он оттуда родом. Вот тут он живет, этот парень. У него такая безнадега. Такое беспросветное будущее. Потому что он здесь живет. Здесь можно только забухать. Вот тут через дорогу. Самопальная водка тут продается. И здесь он живет. Его ничего в жизни не ждет. Вон баба Фрося. Ей лет 50, боже мой. Не больше. Все уже. Бабушка жизнь свою отжила. И вот этот в этом доме. Какое будущее у человека в этом доме? У него там интернета никогда не было и не будет. Это колбаса у них такая? Колбаса? Я вообще пишу чат колбаса. Я думал колбаса выглядит немножко по-другому. И березки. Отчего так в России березки шумят? От того, что гробами быть не хотят. Говорят крымские татары. Не сади березку на своем участке возле своего дома. Придет русский и скажет, что это его земля. Терпеть не могу березы, если честно. И во многих странах запрещено сажать березы. И береза является очень даже на аквариум с лютыми. Спасибо. Сейчас аквариум покажу вам. Понимаете причины? Причины простые. Беспросветность. Без надега. Просто тут нельзя жить. Так люди не должны жить. Вот в такой серости. Вот в этой убогости. Поспелиха. А не поспелиха. Поспелиха. Ну хай будет поспелиха. Ой, поспелиха. Но работают ДРГ. Диверсионно-разведывательные группы. Мы завербовали не только птиц, которые участвуют в наших химических и важных атаках с воздуха. Так сказать. У нас есть и биологически активные бобры. Мы при помощи ГМО в Башкирии проводим диверсионно-разведывательную деятельность. Бобры повалили дерево, затруднив движение на мосту. Бобров подозревают в диверсии. Подгрызли ствол дерева, которое нависно над мостом. Стало представлять опасность для проезжающих мимо автомобилей. Вызвали спецназ. Спецназ разобрался. Все в порядке. Это просто новости Башкирии. Просто я сегодня листал. Думаю. Что там у них в Башкирии будет. И вот же самое интересное. Видите, вот вверху есть новость. В Башкирии ввели дополнительные меры поддержки для участников СВО. Кстати, новости все классные. Трезвый подход. Как в Башкирии борются с алкоголизмом? Да никак. У них бобры деревья грызут. Причем в деревне Ишкарова. И Кызылбайрак. Что изменится у жителей Башкирии с 1 июня? Угадайте. Напишите в чат. Что же изменится у жителей Башкирии с 1 июня? Пишите в чате. Как вы думаете, что же изменится? А как же ввели дополнительные меры поддержки? Как же поддерживают дополнительные меры поддержки для участников специальной военной операции? Так называемая. Специальная военная операция. Зетка. Вот это вот все. Значит, это глава республики Хабиров. Это у них там местный Кхал, местный Ярл Хабиров. Подписал ряд законов. У них могут местные Ярлы подписывать законы, касающиеся дополнительных мер поддержки. В чем же заключается смысл поддержки? Смотрите. Внесли в изменения в республиканский закон о дополнительной мере социальной. Ну, короче, скучная нудота. Никто таких в статье не читает вообще. Все это никому не интересно. Только такие душнилые, как я. Потому что, в принципе, интересно. Теперь, к исключительным случаям заготовки древесины в Великой России, в стране, которая получает миллиард долларов, ну, не стране, а руководство, которое получает миллиард долларов приблизительно от продажи нефти и газа, ресурсов, в Башкирии, тех, кого послали на войну, и которые там погибли, и их семьи, теперь приравняли к исключительным случаям заготовки древесины. Древесины для обеспечения государственных или муниципальных нужд. У них страна нуждается, государственные нужды и муниципальные, в заготовке древесины. И теперь к этим купле-продаже лесных насаждений, а то есть заготовка властями дров для участников СВО и членов их семей. Будут дрова выдавать, понимаете? Это теперь исключительно. Березки будут рубить. Вот и все меры поддержки. Погиб с Алтайского края за родину. Все нормально. Башкирия. Нормально. Там вообще, ну, то, что мы с вами в стримах сегодня смотрели, есть вообще там хоть одно здоровое село. Потому что все то, что мы с вами видели в ресурсных стримах, это все очень выглядит очень нездорово. В Башкирии больше березы не шумят. Есть, вы знаете, здоровое село. И мы его с вами нашли. Жители Башкирии победили в конкурсе здоровое село. Но им денег за это не дали. Это просто классно. Сразу провели конкурс с названием Здоровое село. Это же реальный. Все наши с вами стримы можно как раз сводить к конкурсу Самое здоровое село. То есть поиск ресурсов. Кто там больше из пластиковых бутылок сделал заборов. Вот это все. Из шин лебедей накрутили красивых. Ну, вы знаете, да? Поросят можно сделать. Шины вообще если вот так порезать красиво, они будут в виде листочков каких-то таких красивых. Красота. Житель деревни Новоусманово, Салават Исхаков, обратился к Ярлу Хабирову с просьбой ускорить выплату денег. Ведь местные выиграли в конкурсе здоровое село, а уже больше двух лет денег не дают. Потому что денег нет и не будет. Куда деньги делись? Главное не выигрышем, он им говорит. Ты не понимаешь что ли? Ты же в России живешь. Главное не победа, не выигрыш. Главное участие победила дружба. Все в порядке, ты главное не переживай. Это у нас деревня Новоусманово. И я смотрел как выглядят дома, которые можно купить в деревне рядом с Новоусманово. Это Новоусманово, посмотрите потом по карте. Республика Башкортостан, район Чешминский. Ну, короче, Чешминский район. Замечательный дом. Я куплю тебе дом. У пруда впадут. С зетками. Все в порядке. 700, между прочим, тысяч стоит дом. На минуточку. Это как это? Жаберить мя и в это здоровое село. Дом стоит 700 тысяч рублей. Реально. Понимаете? Удобные подъездные пути круглый год. Ну, наверное, железная дорога какая-то есть. Звоните. Показ в любое время. Еще можно оформить заявку на ипотеку. Этот дом можно взять в ипотеку. Если у вас не хватает денег, то, в принципе, смотрите, какие зетки красивые. Красота же. За 700 тысяч. Ёлка есть. Наряжать не надо. Нарядил один раз. Посмотрите, какое интересное дизайнерское решение. Сочетание теплых и холодных тонов смогут вам помочь и в зимнее, и в летнее время. В летнюю пору, когда вам хочется охладиться, так сказать, вы можете посмотреть на часть стены, которая с более холодным оттенком окрашена. В зимний период, для того, чтобы согреться, вы можете смотреть исключительно на замечательный теплый оттенок. В целом, на целом деревне есть одна энергозаберегающая лампочка, между прочим. Это все замечательно. Для того, чтобы половик не провалился в подполье, а оно здесь реально есть, поскольку это половицы, настоящие деревянные полы, его для сохранности поставили на практически новый стульчик. Очень антикварный выключатель. В принципе, такие выключатели мы с вами видели практически везде. На участке вы найдете ресурсы, кусок шифера. В принципе, если там перекопать. Вот санузел недалеко, теплый, с утеплением. Все в порядке. Смотрите, видите, дом выглядит как новый. Крыша не деревянная, между прочим. Кусок линолеума на входе. И, естественно, Z в виде знака поддержки. Специальной военной операции, так скажем. Это вот ракурс этого же большой, очень светлой комнаты. Здесь как раз вы увидите замечательный аквариум. Вот как раз аквариум, там плавает небольшая жабередьмя или белочь. Я не могу, не узнаю. Напишите в чате, что вы там узнали, что там плавает в этом аквариуме. По-моему, это белочь. Больше похоже на белочь. Хотя, все признаки жабередьмя. Видите, исключительно интересный вариант разводки электрической. Просто радость. Ну и кровать на такой еще Гитлер спал. В принципе, нормально. На Новый год тут можно и не украшать. Зато здесь присутствует, видите, какое-то отопление. И вот где-то здесь этот домик находится. Как туда добраться, не знаю. А вот само село, которое выиграло в конкурсе село Новоусманово. Само село выглядит так. Здесь дом будет подороже. 800 тысяч он стоит. Этот домик, конечно, выглядит, ну и получше. Да и выглядит, ну, конечно, значительно получше. Посмотрите, дом 800. На участке все имеется. В зимний период дороги чистят, написано здесь. Соседи проживают круглый год. Имеется школьный автобус. По остальным вопросам вам ответят по телефону. Материал дома бревно. Расположение санузла на улице. Но это не должно вас смущать, если вы вообще в целом как-то заинтересовались жизнью в Башкирской, этой народной республике. Очень ресурсно. Видите, я чуть себя тут даже уменьшу. Очень ресурсно. Очень. Во-первых, ипотечные программы кредитования. Но эти ресурсы в случае необходимости, если вам будет недостаточно денег, вы сможете, конечно же, всегда продать. Обратите внимание на очень интересный высокий скворечник, который выглядит, в принципе, в таком же самом стиле, в каком изготовлены и весь дом, и вся эта изба. Очень интересное расположение окон и ставин. Они просто нарисованы на бумаге, приклеены кнопочками. Это, в принципе, тоже хорошо. Ну, нет бочки, пишет чат. Ну, знаете, за такие деньги, за 800 тысяч, это все-таки нормальные деньги. Бочки нет. Ну, те дома, которые с бочками, они стоят, конечно же, значительно дороже. Ну, и понятное дело, что в Башкирии собирают добровольцев, которые, естественно, по понятным причинам там жить, конечно же, не хотят. И, естественно, они изъявляют огромное желание покинуть территорию Башкирии хоть куда-нибудь, хоть на фронт, хоть в ад. Поэтому там формируют добровольческий полк, который называется Ватан. Это вовсе не то, что вы подумали. Ватан – это самый настоящий, никакой самой иронии, просто добровольческий полк Ватан. Из Башкирии отправился в зону. Это не шутка, реально. Это настоящий Ватан. Он выглядит вот так. Самый настоящий. Знаете, тем, кому не хватило бронепластин, выдали досточки для лепки пластилина, и он, собственно, закрыл им хотя бы себе позвоночник, нижнюю часть, так сказать, прикрывает. Ну, досточка из пластилина может спасти хотя бы от осколков. Согласитесь. По-моему, нормально. Андрей, звонки пошли. Риэлтор от Бога. Все, реально, видите, я прорекламировал. Почему бы и не прорекламировать такой замечательный сайт с продажами домов. Смотрите, это подразделение имеет разведку, взвод охраны, взвод управления. Это командующий отрядом рассказал. Полк Ватан сформировали в начале 2023 года. Изначально состоялось 60 человек, присоединилось еще 30. И это уже какой по счету полк, добровольческий полк людей, которые хотят уехать. Это не труба, это вышка 5G, пишут люди. Ватан. Поэтому, в общем, Ватан. Шикарные новости. Я сейчас вам чуть-чуть вот так вот себя перемещу. Шикарные новости, посмотрите здесь. Это просто обалденные. Главные новости Уфы и Республики Башкортостан. Вы, кстати, можете зайти и проверить это вот. Прямо в эфире читаю вместе с вами. Заказчицу признали невменяемой. Как в Перми убили жительницу Башкирии и ее пятилетнюю дочь. Во что играть во дворе летом? 10 игры с детства без телефонов. Ну, детей нет телефонов. Они играют в детство. В России самым молодым роженицам. 12 лет. Самым возрастным за 60. Дорогие гости. Как эскортницы попадают на ПМФ? И сколько стоят их услуги? То есть, девочки идут в проститутки. Мальчики идут в добровольческий полк. Ватан. Все в порядке. Когда у них происходит какая-то любовь, сочетание, то происходит следующее. Пишутся вот такие вот статейки, которые информируют нас о высоком уровне нравственности в Республике Башкортостан и в целом в России. В России самым молодым роженицам 12 лет. Поэтому, в принципе, все в порядке. Какие еще возникают вопросы? Понимаете, да? Как бы причины. Все причины очень даже ясны. В этом ничего нет. Это Башкортостан. Республика Башкор... Ну, короче, Башкирия. И в Башкирии, в самом центре Башкирии находится ее столица, находится столица Уфы. А в самом центре Уфы находится, конечно же, естественно, как вы уже убедились из многочисленных ресурсных стримов, как и везде в любом городе России, там находится деревянный барак. В Уфе буквально на днях новость, вот и этой новостью несколько дней, вспыхнул старый двухэтажный жилой дом на улице Гоголя. Главное назвать улицу именем украинского писателя Гоголя. В центре Уфы сгорел-загорелся двухэтажный деревянный барак. Шикарные новости. Самый центр, это их столица. А теперь второй сценарий фильма. Мы сегодня с вами уже один спроектировали про железную дорогу в республике Тыва. И сегодня мы предлагаем вам вместе, мы с вами вместе сейчас давайте придумаем новый сценарий для голливудского фильма с названием «Страшно умереть». Реально, потому что буквально на основе этого репортажа из Уфы можно снять просто голливудский фильм. А картинку можно снять с моей футболки, чтобы привлечь. По-моему, подходит. Страшно умереть в этих бараках. И должен быть такой голос, знаете, такой страшный. Это художественный фильм про Уфимский квартал, откуда жителей медленно вытесняют бомжи и мародеры. Здесь звучит тревожная музыка, которая такая сразу же нагнетает. Камера проезжает такая на бреющем полете беспилотника. Люди годами ждут, когда рядом начнут строить новые дома, а их переселят. Но не тут-то было. Часть домов стала пристанищем для бездомных, которые выживают жильцов. И там происходит страшное. Там снохачество до сих пор работает. Вход открыт для каждого. И там такой, знаете, маленькая девочка с куколкой. Такая куколка у нее, знаете, голенькая. С сожженным глазом с одним. Она ее держит за волосы. А девочка такая грустная. У нее немножко голова так повернута в сторону. Она показывает тебе. Заходи, заходи. И уходит в эту дверь. Представляете? И так куколка за ней такая просто волочится по земле. Девочка такая. Заходи. И мы заходим туда, знаете, не спеша потихонечку. Все так сгущаются, краски сгущаются. Становится все более и более страшно и страшно. А там открывается портал. Это дом номер 67. Такой же точно, как и 63, дробь 2 и 68. Они открыты для всех желающих. Вот здесь произошел когда-то бум. Это такие два глаза. Мы видим у девочки на руке татуировку. Где мы узнаем эти же точно два символа. Кружочки с крестиками. Девочке уже 12. И она идет к своей дочери. Которая живет в этом доме. Уходит по лестнице. Лестница скрипит. И там открывается портал в Шемякино. Отсюда выглядывает клоун. С шариками. Такой радостный. Детям показывает. Пойдем. Пойдем. Пойдем со мной. Мы заходим. Попадаем в квартиру. Где живет эта девочка. Главное что здесь лежат. Видите. Платежки. За ремонт. За газ. Вот это все. Вот это вот. Труба. В которую. Я не знаю. Что это. Линолеум. Что это. Что это вообще. Что это. Мы не знаем. Что это такое. Говорит женщина. Проходя мимо. Если бы мы знали. Что это такое. Очень страшно. Очень. Мы не знаем. Что это такое. Если бы мы знали. Что это такое. Но мы не знаем. Что это такое. Это центр Уфы. Вот эта республика Башкирия. Башкортостан. Откуда добровольский полк Ватан Собирает всех тех, кто не хочет жить в этой республике Крыша ее не выдерживает Снег с нее никто не чистит А зачем с нее чистить снег? Для чего? Что интересно, что там, я думаю, скорее всего Нет тоже счетчиков Ну, по крайней мере, вот на этой картинке Вот здесь счетчиков обнаружить Нам с вами тоже не удалось Нет счетчиков Как можно жить без счетчиков воды и счетчиков электричества? Хотя, скорее всего, в этом доме тоже нет Ни счетчиков воды, ни счетчиков электричества И это, конечно, фух Внимание, с июня в Башкирии будет происходить обмен добровольцев Ватанов на гастарбайтеров из Шмякина-Шмякина Добровольцам при себе иметь черные пакеты Гастарбайтерам при себе иметь унитазы Непонятно, что такое унитазы Зачем они нужны И в чем, собственно, их смысл